У нас был на сайте также опрос для подкастеров. Мы просили заполнить наших друзей и всех, кто хотел, интересовался, у кого есть уже собственный подкаст, своя статистика. Мы просили заполнить свои данные. Мы не будем их нигде публиковать публично, ну, в плане называть подкасты, не будем, которые заполняли. Мы не будем шериться поименно, кто что написал, потому что, мне кажется, они очень этичны. Но я этот опросник увидела изначально у Марины Шариповой, хорошего друга нашей медиашколы. И мне очень понравилась идея, что Марина проводила такой опрос по подкастерам Казахстана. Мы хотели провести такой подобный опрос по подкастерам всей Центральной Азии. Мы хотим понять, какая аудитория уже есть. Мы хотим понять, кто такие подкастеры сейчас, что они делают, как они это делают, потому что без, грубо говоря, точки А, где мы находимся, мы тяжело пойдем в точку Б, потому что мы не знаем, где точка Б находится. Вот, поэтому позвольте пошериться с вами быстренько презентацией. Если будут какие-то ошибки в презентации, пожалуйста, не обращайте внимания, потому что этот опросник все еще открыт. Данные с опросника мы взяли буквально вот вчера вечером. Данные самые свежие, самые актуальные. По общему решению с коллегами опросник мы не закрываем. Ссылку на опросник мы оставим в чате Zoom. Если вы вдруг не слышали про этот опросник, но вы хотите добавить какие-то данные по своим подкастам, пожалуйста, добавляйте. Мы еще несколько недель поддержим открытым этот опросник, потом уже финализируем все данные, соберем и, наверное, сделаем общую рассылку всем, кто захочет, расскажем, куда мы пришли, все-таки какие данные мы получили. Вот, но в целом мы хотели просто узнать, что у нас с индустрией сейчас. Точнее, это хотела знать Марина изначально про индустрию Казахстана. Мы у Марины заняли идею и, честно говоря, заняли почти весь опросник у Марины, за что ей огромное спасибо, что она очень радужно с нами им поделилась. Итак, в опросе участвовали чуть больше подкастов, но данные мы взяли 27, потому что это были самые чистые, самые хорошие данные. Цифра не очень большая, но достаточно, мне кажется, репрезентативная. Ой, Нелли, у вас на микрофон включился. Ой, я вас... да, вас заметили. Просьба пока микрофон выключить, чтобы шума не было. Но потом будут вопросы-ответы, если захотите, то мы, конечно, с вами обсудим уже нормально это. Вот. Я думаю, достаточно репрезентативная получилась у нас такая выборка, потому что, судя по тому, сколько подкастов нам прислали на сайт разместить, примерно такое соотношение подкастов существует в Центральной Азии. Больше всего подкастов ответили нам из Казахстана. Спасибо большое Марине в том числе за то, что она помогла нам распространить этот опросник среди своей аудитории и своих друзей-подкастеров. Из Казахстана тоже 7. Это, наверное, все наши друзья, которых мы знаем и которых мы заставили заполнить данный опросник. Вот. Из Узбекистана 3, что очень круто. Нам очень понравилось, что Узбекистан тоже активно делает подкасты, потому что в самом начале этого фестиваля нам казалось, что в Узбекистане не так много создателей подкастов, потому что регистрации оттуда было меньше намного. Так, это просто для вас тема, на которой к нам прислали подкасты. Как вы видите, образование – самая популярная тема. Насколько я помню, 5 из 27 подкастов были так или иначе связаны с образованием. Если вы только собираетесь делать подкаст или если у вас уже есть какая-то своя концепция, я думаю, вам приятно будет, полезно будет узнать, о чем говорят ваши коллеги. Прошу прощения, у меня будет кашель появляться, сразу извиняюсь. Языки. Несмотря на то, что мы в Центральной Азии, и, как видно по данному фестивалю, который проходит полностью на русском языке, русский язык самый популярный среди создателей подкастов. Тем не менее, очень приятно удивились мы, что есть и смешанные языки. Это подкасты, которые делаются на нескольких языках. Как правило, это русский и национальный язык, в некоторых случаях это английский и национальные языки. Это очень интересная концепция. К сожалению, я не знаю эти подкасты, я лично не успела их послушать. И, в целом, мне кажется, делать смешанные языки достаточно сложная тема. И, я думаю, будет очень интересно, если вдруг кто-то из этих авторов подкастов здесь есть сейчас, пожалуйста, потом поднимите руку, нам будет очень интересно узнать, как это все происходит. И, как вы думаете, помогает ли это увеличивать аудиторию или нет? Я чати, к сожалению, не вижу. Я вижу, что вы пишете, но я не вижу, что пишете. Если что, я потом вернусь и все вопросы зачитаю в конце. Вот. Но если прям совсем вы хотите что-то сейчас прям добавить, то включайте микрофон прямо сейчас, добавите сейчас информацию. Вот. В целом, понятно, что, да, все подкасты, большинство подкастов в Центральной Азии делаются на русском языке. Или, по крайней мере, большинство тех, кто ответил нам. Тем не менее, есть подкасты на местных языках, и это очень круто. Да, мы спрашивали, как вы относитесь к подкастнику в данный момент. Точнее, что это для вас хобби или основная работа? Большинство, конечно же, ответили, что подкаст сейчас это хобби. Неудивительно, но больше всего подкастов запустилось в пандемию. Я так думаю, всем было скучно, делать было нечего. Мы с коллегой Санташей тоже делаем свой подкаст, и идея этого подкаста нам тоже пришла во время пандемии. В самом начале она пришла, и уже где-то к середине мы начали выпускать свой подкаст. Было понятно, что все сидят дома, делать нечего. Я не знаю, насколько увеличивались прослушивания подкастов в пандемию. Я видела ранние цифры о том, что прослушивания в целом уменьшились. По крайней мере, производство подкастов в пандемии точно увеличилось. Я думаю, это очень хороший знак, потому что пандемия не скоро закончится у нас. Больше всего людей над подкастами работает, как правило, по парам. Это очень мило, очень романтично, мне кажется. Пара друзей, пара влюбленных работают вместе, создают вместе подкаст. К сожалению, только в одном подкасте работают 4 человека или больше. Что доказывает, что подкастник — это скорее как хобби, которое вы делаете со своим партнером или, не знаю, с тем, с кем вы близки по какой-то идее. Вот здесь немножко мы расстроились, потому что мы хотели в целом узнать, сколько люди тратят на создание подкастов, сколько денег тратят, потому что среди платформ, через которые они загружают подкасты, лидировал НКРФМ, бесплатная платформа. Но нам было интересно, на что еще люди тратят деньги при создании подкастов. К сожалению, большинство ответили ноль или совсем мало, показывая тем самым, что в свое время они не оценивают в денежном эквиваленте. Я думаю, это в целом похоже очень для тех, кто относится к подкастнику как хобби. Тем не менее, я бы призвала в будущем, чтобы свое время вы тоже посчитали в денежном эквиваленте, потому что на подкаст, я думаю, вы тратите до четырех часов в неделю минимум, а четыре часа вашего времени — это хорошие деньги стоят. Поэтому это в том числе, я думаю, так повлияет на те моменты, когда вы будете продавать рекламу. Чтобы вы понимали, как продавать рекламу, вы должны понимать в целом, сколько вы тратите денег на создание подкаста. Ваши человека часы — это тоже ваши затраты. Поэтому обязательно считайте. Это в целом совет, знать, сколько час ваша работа стоит. Посчитайте, сколько вы тратите. Но не считая одного самого дорогого подкаста и одного не самого дорогого подкаста, в основном все подкасты делаются или бесплатно, или за очень скромные деньги. Монетизация. Самый главный вопрос, наверное, о чем мы будем говорить завтра более подробно. К сожалению, большинство подкастов у нас не монетизируется. Я думаю, в принципе, этого стоило ожидать, учитывая, что для большинства это все-таки хобби, нежели чем основная деятельность. Пока. Пути монетизации. Тем не менее, хотя большинство ответили, что они не монетизируются, те, кто монетизируется, делают это разными способами. Краудфандинговая платформа. Вчера в комнате для продолжающих, например, у нас был небольшой, даже не спор, я скажу, но участники из Казахстана поговорили о том, считать ли Патреон полезным и удобным для Казахстана, или Казахстану, возможно, нужна какая-то своя платформа, через которую они могут делать тоже такие вот краудфандинговые сборы. Насколько я знаю, в Центральной Азии не так много подкастов, которые делают и используют краудфандинговые платформы. Я так поняла, судя по вчерашним сообщениям, у них какие-то свои проценты есть, которые они забирают за то, что вы используете их платформу. Ну и вторая большая проблема, что, конечно, как правило, жители Центральной Азии не особо добирают такие платформы, потому что они их не очень хорошо знают и не готовы давать данные своей карты. Плюс, я думаю, в целом не все в Центральной Азии используют денежные карты, виза, мастер-карты и прочее. Это тоже, наверное, большая проблема, почему так тяжело использовать такие платформы. Но об этом, я думаю, тоже поговорим сегодня-завтра, потому что тема очень интересная. Личные выступления и тренинги – это то, о чем вчера говорила и Марина в комнате для начинающих, и Крис Вазовский в комнате для продолжающих. Очень многие, и Саша Поливанов об этом говорил в теме монетизации подкаста. Очень хороший способ монетизации подкаста – это личные выступления и тренинги. Как вы знаете, Марина Шерипова, наша любимая подкастерка из Казахстана, тоже выступает за очень хорошую оплату, я считаю, я надеюсь. Надеюсь, мы не обижаем Марину. Марина проводила тренинги у нас, оффлайн-тренинги в Казахстане в декабре, плюс мы всегда приглашаем ее выступать на наши конференции и фесты, потому что очень любим, как она выступает, рассказывает. Как и все, в принципе, сегодня и вчера, если вы видели выступающие, это все практикующие подкастеры. Насколько я помню, у нас нет ни одного теоретика, это все, кто либо напрямую делает подкасты, либо кто ведут, либо кто продюсирует подкасты. То есть личное выступление, тренинги – это тоже очень хороший способ заработать, тем более, что подкасты остаются популярными. Я знаю некоторых тренеров, кто делают, кто прям качают себя как тренеры по созданию подкастов, это очень-очень круто. Ну и самый такой, мне кажется, способ, который пока не сильно развит, это партнеры или какие-то организации международные, которые финансируют подкасты. Как вы знаете, например, мы финансируем и поддерживаем, ой, я уже даже не знаю, 5 или 6 подкастов мы поддерживаем, по одному в каждой стране Центральной Азии, кроме Узбекистана. Там пока у нас не получается найти подкаст. В Казахстане мы поддерживаем два подкаста, в Казахстане один, а в Таджикистане тоже пока один. Вот. Мы надеемся, что как раз-таки завтра у нас будет панельная дискуссия с нашими коллегами из Интерньюса, из посольства Америки в Таджикистане и из Open Society Foundation, это организация Сороса. Мы как раз-таки с ними завтра и хотим поговорить о будущем. Есть ли какие-либо планы у этих организаций на поддержку финансового подкастинга, индустрии или отдельно взятых подкастов. Поэтому завтра обязательно подключайтесь к нашей последней панельной дискуссии. Будем говорить о том, чтобы находить новых партнеров для своих подкастов. Мы также спросили, что по мнению подкастеров есть главная проблема сейчас у нас, у подкастеров. Это, конечно, не основная проблема, но это проблема та, которую видят сами подкастеры. Это очень важно. Главное, первое, наверное, что маленькая аудитория. Опять-таки, о чем мы говорим очень часто в WPR, что мы не боремся за кусок торта, мы сейчас боремся за весь торт. Нам важно, чтобы торт был большого размера, потому что кусочки сейчас у тортика очень маленькие, и, честно говоря, с ними ничего не сделаешь. Поэтому данный фестиваль в том числе сделан на то, чтобы мы как-то подружились друг с другом, и подкасты все подружились друг с другом, чтобы вот этот вот торт нам не делить, а торт надо просто взращивать. Надо его кормить, надо его делать большим-большим-большим, чтобы аудитория была большая-большая-большая, и уже потом, конечно, мы все начнем бороться друг с другом за внимание аудитории в том числе. Но пока маленькая аудитория – это главная проблема, о которой говорят большинство заполнивших анкету. Ну и то, что нет рекламодателей, я думаю, это тоже вытекает, в принципе, из первой проблемы. Как только будет больше лояльной аудитории, я думаю, тогда и появится больше работодателей. Ну, по крайней мере, такая надежда. Хорошая новость. Количество прослушиваний суммарно. Это 27 подкастов за все время существования подкастов. Конечно, есть подкаст, который существует с 2016 года, несколько подкастов было. Понятно, что они очень популярные, они очень известные, у них очень много прослушиваний. Если автор данного подкаста здесь, и он согласится выступить, то будет очень круто, если он расскажет про свои цифры. Если нет, то в целом это цифра, которая, по крайней мере, нам дает большую надежду. Все-таки больше миллиона прослушиваний на 27 подкастов — это очень-очень хорошая цифра, я так думаю. Вот. Это все вроде бы пока. Это презентация черновая. Опять-таки, мы оставляем опросник открытым. Если те, кто сейчас слушает меня, но не видели, возможно, опросник или не заполняли еще опросник, вы захотите его заполнить просто, чтобы у нас была хорошая точка ААА, чтобы мы знали, откуда мы идем. Пожалуйста, заполните обязательно. Данный опросник мы закроем через несколько недель. Мы точно скажем, наверное, попозже уже, когда мы его закроем, чтобы к этому моменту собрать максимальное количество данных. И эту презентацию мы уже красиво оформим. Я так думаю, что на медиашколе куда-нибудь мы зальем. Но там уже вопрос будет толку на, как она захочет с вами расшарить. Всегда дружите с вашим SMM-PR коллегой, она всю информацию вам потом расскажет. Вот. Это пока такие самые интересные данные, которые есть. Я давайте открою чатик. Если в чатике есть вопросы... Я не могу открыть, сейчас я закончу. Так. По поводу Туркменистана. Да. Мы добавили... У нас изначально не было страны и языка Туркменистан в нашем опросе. Мы за это извиняемся. Это наша погрешность. Мы были уверены, честно говоря, что в Туркменистане нет подкастов. По крайней мере, мы не нашли, поэтому мы не добавили. Оказалось, что есть один туркменский подкаст, он к нам добавился. К сожалению... Кемаль, если это вы пишете, если вы добавлялись... Добавили описание этого подкаста, к сожалению, мы не получили данных этого подкаста. То есть вопросы данные не запомнили, поэтому пока мы ничего не можем сказать про Туркменистан. У нас просто нет этих данных. Если это вы, Кемаль, то добавьте, пожалуйста, данные, если они у вас есть по подкасту. Мы с радостью добавим пятую страну Туркменистан и узнаем. Так. Зиваршой пишет, есть подкасты в таджикском и русском. Аудитория больше у таких подкастов. Супер! Это, на самом деле, очень интересная идея, как раз таки про смешанные языки. Есть мнение, что, как правило, смешение языков немножко оторгает и ту, и другую аудиторию. Но Зиваршой говорит, что, наоборот, как раз таки два языка помогают привлечь. Зиваршой, может, вы хотите как-то прокомментировать словами, если хотите? Здравствуйте, коллеги! Здрасте! Вас слышно, но немножко издалека. Здравствуйте! Всем спасибо вам за такой интересный рассказ. Спасибо, что собрали подкасты в Центральной Азии. мне было очень-очень не хватало вот такой встречи. Я думаю, что я один в этом своем варе оказывается такие, как я оказывается очень много, которые любят и делают подкасты. Это очень интересно и обнадеживающе. Вот то, что я начал делать подкасты уже более двух лет тому назад. И как-то это, я, как говорил ранее Евгений, я пришел на подкаст с журналистами, с телевизионной журналистами, радио-журналистами. И мне это было интересно, когда, например, делали программу телевизионную радиопрограмму, она однажды разрушала и дальше нет доступа к этой программе. Ты знаешь, когда она будет, где она будет. А преимущество подкаста в том, что когда… Можно чуть-чуть медленнее? Вы очень быстро говорите, и мы не успеваем. И у меня, по крайней мере, звук не успевает. Чуть-чуть медленнее. Вот. А интерес подкаста в том, что когда слушают интересы, нужное время для него. И если он сам может послушать, то, что вы увидели подкасты. Это вот такие программы, которые я делаю, они не были одновременными. Кто успел послушать, а кто не успел… Вот. И поэтому я пришел подкаст, чтобы тем, кому интересно… Аудитория моих подкастов… Аджестан… 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 Иран и Афганистан… Ой, Деваша, вы совсем пропадаете. Вы немножко пропадаете у меня прям сильно. Меня слышно? Теперь слышно? Ой, вот сейчас прям идеально. Давайте тогда наушников. Таджикский язык, как он понятен для иранцев и Афганистанов, очень много слушателей из Ирана, Афганистана. Это не конкретно, например, сам Иран, Афганистан, а Германия, Соединенные Штаты Америки, иранцы, афганцы и наши таджики, которые там оттуда говорят. Им очень интересно, например, для них Таджикистан – это страна, которая… Они хотят все больше знать о ней. А так как, например, письменность не позволяет им читать таджикские тексты… У нас кириллица, у них фарси, а язык – он один и тот же. Им интересно лучше, когда они слушают, они знают таджикский язык, им интересен этот язык, но они не умеют читать кириллицу. И поэтому у Таджикистана есть большой шанс захватить больше аудиторию, чем, например, другие языки – казахский, кардинский. Поэтому большая аудитория, например, иранцев, афганцев, которые по всему миру, у нас больше шансов завоевать вот эту аудиторию. И я думаю, что помимо того, что мы говорим, делаем на русском языке, на таджикском языке, вот, это больше сплочает нас, например. Когда я делаю программу с нашим группой ПАРЭМ, ребята говорили половину на русском, половину на таджикском, и слушатель из России говорит, что хотя мы не знали, ребята, о чем в конкретном куске говорили, но подкаст, сам суть подкаста нам был понятен, и это было очень интересно. А насчет музыкальной программы, у меня очень еженедельная музыкальная программа есть. Я делаю обзор самых последних топовых песен, не топовых, а самые новые, которые появились, и у меня почему-то никогда не было проблем с этим, с блокировкой, никогда меня не блокировали. Я постараюсь использовать песни, например, полторы минуты, не больше полторы минуты, и почему-то до сих пор не было никаких проблем с этим. Думаю, что подкасты стоит развивать, и больше вот таких тренингов, больше вот таких встреч, чтобы ребята знали, как, почему, и подружиться друг с другом, и принять опыт у друг друга. Думаю, что это пойдет на пользу всем нам. Супер, спасибо большое, Зеваршо, спасибо за ваш ответ. Интересно, да, и про Фарси я даже не думала, честно говоря. Надеюсь, наши коллеги из Таджикистана слышат это все, надеюсь, что они как раз-таки учтут, что есть коллеги из Афганистана, которым тоже было бы интересно слушать Фарси. Спасибо большое. Здесь Амина спрашивает среднее количество прослушиваний. Здесь наша ошибка, мы не смогли это посчитать. Ну, как моя ошибка, я не смогла это посчитать. В целом, потому что мы не спросили количество эпизодов. То есть мы можем сказать среднее прослушивание на подкаст, например, да, как-то попробовать посчитать, но поэпизодно, чтобы было бы нам, по крайней мере, интересно, мы не можем эти данные искать, потому что мы забыли в вопросник добавить вопрос про количество эпизодов. Вот. Мы как-нибудь попробуем решить эту проблему потом. А в целом, да, вы правы, среднее количество, конечно, интереснее, чем вот это вот общее. Даниэр спрашивает, почему не все записи есть в Фейсбуке. Записи вчерашнего дня вы имеете в виду, Даниэр? Да, потому что вчера мы ввели вроде бы онлайн со всех лекций, но после первой лекции Крис Вазовский из комнаты для продолжающих мы там переподключились один раз, возможно, поэтому вы потерялись, потому что там на вчера были две записи, получается, из комнаты продолжающих и одна запись из комнаты для начинающих. Вот. Если вы не это имели в виду, то я прошу прощения, пожалуйста, перезадайте вопрос. Туркменистан, скиньте RSS. У Туркменистана, по крайней мере, тот подкаст, который добавился к нам, они не используют RSS feed, они используют Instagram. Они свой подкаст заливают в Instagram. Ссылка на подкаст есть у нас на сайте фестиваля. Там есть ссылка на подкаст и описание этого подкаста, как и всех, кто прислал нам свои подкасты. Вот. Так. Очень плохо слышно. Это так, наверное, до этого было здесь. А, вот. Есть, оказывается, прошу прощения, Кемаль скинул ссылку на туркменский подкаст. Но он на туркменском языке, насколько я знаю. Амина также делает подкасты на науке «Белка и стрелка» тоже вопрос двуязычия. У нас есть еще семь минут. Амина, если вы здесь, давайте поделитесь, пожалуйста, какие языки вы используете. Здравствуйте. Меня зовут Амина Мерсакева. Я ученый, научный популяризатор. И у меня подкаст «Белка и стрелка». У меня был один эпизод, который был на английском языке. И в то же время у меня, так как я сама живу в Германии и имею какую-то часть аудитории, примерно 40% в Европе и в Америке, немножко еще в Азии, я вижу запрос на английский язык. То есть запрос очень четкий. Многие мои друзья, которые прослушают меня на русском языке, хотели бы поделиться этой информацией и скидывают мои посты в Инстаграме, где я анонсирую эпизод своим друзьям, чтобы друзья могли хотя бы через кнопку C-Translate прочесть. О чем же эпизод? Что же я говорю? Какие смыслы? Иногда я делаю прямые эфиры, которые идут на английском языке для того, чтобы аудитория умнела на глазах. Запрос на то, чтобы эпизод, который вышел на английском языке, он получил немножко меньше прослушиваний, немножко меньше прослушиваний, чем средний показатель. Средний показатель у меня полторы-две тысячи на эпизод. Я сейчас специально посмотрела. Тот эпизод получил 1052 прослушивания по статистике Анкор. И он у меня также выходил в Инстаграме, на Ютубе. И там я, к сожалению, вам сейчас не могу сказать, но думаю, что еще 500-600 уникальных прослушиваний до конца 100% будет. Зачем вообще я его сделала и чем он мне помог? Этот эпизод помог мне попасть в шорт-лист европейского конкурса от Steady. Steady – это аналог Патреона для Европы. И они предоставляют мне всякие консультации, как бы я могла монетизироваться, как развивается мой подкаст. Они помогают мне сейчас создать какую-то такую мою платформу для того, чтобы запуститься на английском языке. То есть дают мне консультации. И, ребят, если вы не запустите какую-то маленькую часть своих подкастов на английском языке, к сожалению, вы не сможете участвовать в международных грантах для подкастов. Сейчас таких грантов все больше и больше. И я, конечно, понимаю, что не всем доступно вот так встать и 7-20-40 минут говорить на английском языке. Но вы можете сделать хотя бы один эпизод, какой-то бонус, какой-то трейлер для того, чтобы потом комиссии, интервьюеры, которые будут с вами общаться, они могли его прослушать и понять, о чем вы и кто вы. Мы в итоге не вошли совсем в премиальный, не выиграли 10 тысяч евро и всякое такое, но о нас узнали, и это уже хорошо. Для подкаста, который выходит о науке, это прям ниша-ниша, ребят. Сколько из вас людей думает о науке ежедневно? Практически никто. Для подкаста, который выходит на русском языке, я считаю это успехом. И сейчас я смотрю, как развивать свой подкаст именно на разных языках. Меня интересуют английский и немецкий, так как это та аудитория, с которой я очень много контактирую. Супер, спасибо большое. Очень интересный опыт. Я не знала, что так можно. Очень круто, что вы рассказали. Я думаю, у многих будет теперь идея, как знать английский язык или другие иностранные языки, попробовать и так. Спасибо большое, что поделились, Ламина. Здесь вопрос был у Ани. Можно ли добавить наш подкаст в базу данных? Можно. Напишите, пожалуйста. Здесь есть моя коллега Толгунай. Напишите ей, пожалуйста. Я думаю, что в этом есть смысл даже после окончания фестиваля, потому что страничку мы удалять не будем, и мы будем постоянно о ней говорить людям и отправлять всех заинтересованных подкастников на эту страничку, чтобы они ознакомились со всеми подкастами, которые уже есть. Вот. Марина, я вижу, вы подняли руку. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Как раз к тому, что рассказывала Мина. Хочу немножко добавить. Мы делаем подкаст «Книгометр» на русском языке, и недавно в двух эпизодах сделали вставки на казахском языке, потому что у нас появился партнер издательства, которое переводит мировые бестселлеры на казахский язык, и они хотят, чтобы была информация также на казахском. Конечно, это пока такая маленькая капля, да? Вот. Но мы решили попрактиковать, потому что я вижу, что, например, очень многие люди, они понимают как русский, как казахский, и, например, чисто подкаст на казахском они думают, что им будет сложно слушать, а тут они слушают подкаст на казахском, где мы рассказываем о том, что Гарри Поттера переводят, например, на казахский язык, и также еще друг с другом общаемся в небольшой рубрике на казахском языке. Пока еще оценить это сложно, но вот как предложила Амина, можно сделать один эпизод, да, на другом языке, и можно попробовать даже какую-то вставку, возможно, сделать на другом языке, на вашем родном. Спасибо. Круто, спасибо большое, Марина. Это очень реально интересная идея, честно говоря, мы о ней не думали. Это круто, что всем интересно. У нас осталось буквально две минутки до начала нашей панельной дискуссии. Мы хотим как раз-таки поговорить о той боли подкастеров, которая есть у нас сейчас в Центральной Азии. Вот, поэтому давайте, если есть у кого-то еще вопросик касательно статистики или касательно чего-то вокруг статистики. Эльдар пишет комментарий, пробовал делать на своем подкасте на русском эпизоде на казахском языке. Результаты удивили. В хорошем плане удивили или в плохом плане удивили? Уточните, пожалуйста, нам Эльдар. Можно письменно, можно языком. Вот. Здравствуйте. Меня слышно? Да, вас слышно? Да, приветствую всех из Казахстана. Привет, Астана. На связи. В общем, есть подкаст, называется «Как учиться». Мы там изучаем то, кто как учится, учебные навыки. И там пришел запрос на то, что спикер очень хотел говорить на казахском языке. Очень интересный спикер, и он хотел говорить на казахском. И я согласился. Мы сделали. Эпизод получился суперинтересный. И что удивило, с одной стороны, прослушивания просели, потому что меня слушали в основном как в Казахстане, так и в России. Потому что на русском языке было. Но так как эпизод был на казахском языке, Россия как бы отпала сразу. Но прослушивания в Казахстане, они выросли. Вот такая вот штука произошла. То есть в целом и там упало, здесь выросло. Поэтому нельзя сказать, что это классно или нельзя сказать, что это плохо. Но изначально мы вообще не предполагали, что на казахском языке что-то будет. Поэтому это скорее плохо, чем хорошо. Лучше, если делать то конкретно на одном языке или же заранее до того, как вы запускаете подкаст, оговориться, что в этом подкасте вы услышите несколько языков. Английский, казахский, русский, еще какие-то. Вот такой коммент. Супер, спасибо большое. Очень разные комментарии. И это очень интересно. Вот, я думаю, главное здесь экспериментировать. И обязательно расскажите нам потом про ваши эксперименты. Нам очень интересно.